А сегодня глава региона работает в Югорске. Что принесет рабочая суббота жителям города и какие вопросы рассматриваются, узнаем у Павла Желтова. Он сейчас выходит на прямую связь с нами. Павел, приветствую. Тебе слово. Аня, добрый вечер. Программа губернатора сегодня, как и всегда, очень насыщена. Работа Натальи Комаровой в Югорске началась с утра со встречи с главой города Раисом Салаховым. Тема беседы стала развитие муниципалитета. Обсудили жилищное строительство, а Югорск сегодня в лидерах по этому показателю в регионе. Состояние городской дорожной сети, а также планы на будущее. Создание индустриального парка и проект по переработке мусора. Разговор плавно перетек презентации и обсуждению нескольких перспективных инвестиционных проектов. В дискуссии присоединились общественники и представители СМИ. Среди главных тем проект музейно-туристического центра ворота в Югру, модернизации уличного освещения, а также создание в городе благоприятных условий для развития социального предпринимательства. Югорск располагает отдельными интересными разработками на этот счет. И я так могу предположить, что отдельные из них вполне достойны и содержат в себе потенциал для тиражирования. Также Наталья Комарова побывала на ферме, которая находится на территории Югорска. Предприятие одним из успешных региональных сельхозтоваропроизводителей сегодня очень активно развивается и наращивает производство. Но в последнюю очередь благодаря поддержке правительства Югры. С условиями детского и летнего отдыха губернатор также ознакомилась лично. Побывала в санатории-профилактории одного из предприятий округа. Спасибо, Паша. Напомню, на прямой связи из Югорска был наш корреспондент Павел Желтов.